Здравствуйте, актёр. Театр «Окино» представляет сегодня гигида «Окино-Россия». Здравствуйте, коллеги. Да, я сегодня как представитель гигида «Окино-Россия». Но, в принципе, если есть вопросы про «Окино-Россия», мы можем потом целить. Сейчас бы хотел сказать просто слово от себя, по тому, что услышал, ну и поделиться какими-то предложениями по тем вопросам, по которым я вижу какое-то решение. Но, первое, я никогда не был в трубе театра, я играл только актеризм, поэтому многие вопросы, может быть, и так близкие мне. Но что я услышал? Многие выступающие говорят о том, что нужно актёрам давать роли, актёрам давать роли спектакля, потому что это работает. Давайте привлечь всё для актёров, когда для нас работа – это игра в спектакль или запас на то, чтобы чистить театр. Потому что это большая разница, если вы выходите с предложениями, это должно быть чётко разделено. Спектакль работает. А работа в спектакль. Почему? Потому что вам платят за спектакль, а не за оплату. Я правильно понимаю? Да нет, потому что вы хотите работать. Так вот, смотрите, с точки зрения государства, если вам платится за оплату, то местный начальник – самое значительное, что вы делаете. Вы можете работать, можете это как минимум. Вот всё, что вы говорите сейчас – это не совсем юридически правильно. То есть, второй момент – кто решает, кто работает в театре, а кто нет? Потому что, ну, были такие разговоры, почему кто, что руководитель решает, почему генеральный продюсер в кино решает, кто будет сниматься. Вопрос следующий. Вы согласны с тем, что пускай в театре никого не увольняют, пускай все от них доживают на пенсии, либо убирают? Я думаю, что это абсурдно само по себе. То есть, кто-то всегда будет решать, с кого увольнять. Так вот, вопрос, кто будет решать? У нас так было, и всё нормально было. Ну, это для вас нормально, а молодые, которые, например, выпускают в семье, там уже нет места. Я хочу поговорить сейчас. Давайте так, это не будет обсудить, это просто некая номинация. Вы не работали в театре, вы не имеете права сейчас обсуждать. Вы совершенно другие вещи, которые не относятся. В кино это относится, но к театру никакого отношения нет. Давайте так, давайте. Я сейчас говорю, буду не обважать. Если вы хотите сказать. Не обважай, говорите, а обратите внимание. Вы идите и скажите. Я актер театра кино. Вот и говорите про театра. Мы с дядей, мы с дядей, мы с вами работаем. Смотрите, еще раз. Актеры, я не против того, что вы говорите. Еще раз, поймите правильно. Я хочу, чтобы вы свои мысли донесли так, чтобы они имели результат. И не важно, я работаю в театре. Я представляю профессию. Я работал в кино, я работал продюсером, я работал за акадом, я работал режиссером. Я нанимал актеров. Я знаю собой все равно. Я хочу вам помочь, чтобы вы доносили свои мысли правильно. Потому что, как бы того, хотим или не хотим, всегда будет орган, который будет регламентировать работу актеров в театре. Будь то государство, будь то художественные руководители. И если вы это понимаете, то вы понимаете, что этот орган будет заниматься и в том числе сокращением штатов и набора нового пасадоника. Хотим мы это делать? У нас все будет заниматься сокращением штатов. Кто должен заниматься сокращением штатов? Или кто по вашему? Вы знаете, вы очень во многом правы. Но нужно на берегу, как говорится, договориться о чем существует система, так называемая продвейская система. Когда продюсер или актер нанимает на свои деньги коллектив актеров и так далее и так далее. И они существуют. Там, я не знаю, восемь раз подряд в неделю они играют спектакли. Это одно дело. Мы говорим, есть система, которая у нас была 200 с лишним лет. И все актеры, американские, любые другие, приезжали и говорили, боже вы счастливые люди. У нас такой репертуарный театр. Это наше достояние. Понимаете, тогда мы должны договориться вот о чем. И спросить наше государство. Какой театр вам нужен? И какая культура вам нужна? И нужна ли вообще культура? Нашим государствам. Вам не понравится. Потому что, в любом случае, будем реаниментировать. А то, что вы говорите, вы в это относитесь. Именно к рекламному театру. Мы совершенно другая система. А наша система хороша тем, что действительно было. Понимаете, связь времен. Молодые приходили, учились в более старшем поколении. Понимаете? Перенимали помощь. Да. И был тот совет. Который совет. Очень многие вопросы. Я это вижу. А вы, если что-то не согласны, потом мне просто выставить. Я о том, что не может быть. Самое такое, вы знаете. Богдан, мне было стыдно за то, что актер уже не в состоянии играть, а он выходит на сцену. Нет. Я не согласна. Я не говорю. Я не говорю. Я не говорю. Я просто слушаю, что я хочу вам сказать. Я говорю, что всегда будет. И так должно быть. Не иметь орган, регулирующий работу в любой сфере. Друзья, давайте иметь уважение друг к другу и дать возможность человеку высказать свои мысли. Донести их до нас. А потом, давайте послушайте. А потом оппоненты, которые имеют что-то сказать за поддержку или против, не в поддержку, как до этого выступали люди. Я думаю, что нашелся оппонент по каким-то вопросам. Будет возможность выступить. Давайте дадим... А потом Саид вообще не дает всплог связать. А он очень умные вещи иногда говорит. И я бы с удовольствием не могла... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я еще раз все-таки вам как на правах модератора, да, я прошу все-таки у вас... Я сам человек в курсе, тоже вы все понимаете, в пары, давайте другое... Уважайте, что Саид скажет, Саид, и свое понимание, он человек профессии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, это не свое понимание всего там изображения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я же вот... Я не буду там, протендоров на великого специалиста. Тем не менее, я все-таки мое отношение. И что это можно построить? И то, что происходит в театре, и то, что происходит сегодня в кино, и то, что происходит в других сферах культуры. Я просто говорю то, что Саид говорит, это его точка зрения. Ваша позиция, наша позиция, я с вами солидарий по поводу русского, российского, редакторного театра, который формировался многие десятилетия, да, и он на том и стоит, понимаете? И чтобы, то есть у нас, то есть для того, чтобы это как бы все исчезло, надо просто тогда, значит, оставить там 5-6 театров национальных, как там, то есть Франция и все, и финансирование. Остальные все будут там, куда-то, чем будут заниматься, как в Европе. У нас есть эта система, она есть, и государство эту систему задержит все равно. И она продолжает оставаться, кто бы чего ни говорил, и что бы там ни происходило, она будет и есть. Но! Есть некоторые проблемы, которые все вы прекрасно знаете. Это уже, это уже все дальше. Но никто стоит и не говорит о том, что давайте вопрос. Я говорю, хуй правильно. Я с чем согласен? Вот, вот, мой коллега, мой друг, он 4 года руководил профсоюзом в США именно театральных работников. Это не из загадки. Это именно театральные работники. Огромное настояние, это Ник Ваймин. Ник Ваймин 4 года возглавлял актерский профсоюз, именно театральный. Он бродвейский артист. Раз уж и только мы бродвейскую схему. Значит там, чтобы стать бродвейским актером, это надо там такие пройти ступени, что будьте здоровы. Не каждый сможет их пройти. И когда ты становишься актером бродвея, то есть там ваш гонорар 5, 10, 15, 20 тысяч в месяц дома. Простите, это другие деньги. Но так это мы уровень достигали до любви всем. И у нас есть бродвейская схема существования. Да, не есть. Это не музыка и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это не наше. Но мы говорим о репертуарных российских театрах, которые под охраной, в первую очередь, государства находятся. Государство ведет на сцену. Государство – их учредитель. И, собственно говоря, это существует и функционирует. И никто эту систему, извините, не ломал и не будет ломать. Поэтому Саид говорит немножко о других вещах. Поэтому я вот все-таки к вам еще раз обращаюсь. Услышьте его. Он говорит немножко о других вещах. Если он говорит, что если актер там, да, я вспомню, Малый театр был огромное количество царей, да? Сколько наших метров было, которые там уже было ближе, тогда я даже не помню. Сколько дам, они на сцену выходят. Царство Небесное Владимира Афрановича, эту же ушедшую. Вот. До конца дней своих выходи. Вопрос немножко отробный. Все, пожалуйста. Смотри-ка. Как вы сами себя решаете, да? Должна ли, должен ли кто-то принимать решение или никто не принимает решение? Так вот, если должен кто-то принимать решение, то у этого кто-то, будь то государство дуру, еще должно быть инструменты. И вот нужно говорить про инструменты, на мой взгляд. Программные. Кстати говоря, про пластический театр, если не в курсе, всегда кто дуру пришел, кто работает в театре, а кто нет. Всегда. Курсовет. Курсовет. Хорошо. Курсовет, отлично. Давайте. Так вот, если мы говорим о том, что кто-то принимает решение, значит, можно поговорить о том, чтобы возобновить фурсовет, это на мой взгляд. Но никто сегодня про это не сказал. Все говорили, что хуже блока, государство не может. Давайте просто поговорим немножко точнее. Я знаете, почему Чаркей выходит? Я противно буду сейчас рассказывать. Я много раз видел нечто подобное на следствии Курсоветского границам, потому что я много речи на Союзе. И, если честно, мне очень стыдно за то, что люди играют со сценой. Не потому что они глупые, а потому что они не разбираются в системах, в юридических вопросах, в тонкостях, в продуктах, в финансах. Поэтому, чтобы не содержать эти же самые ошибки, надо смотреть эту перспективу. Как пример, нас про срочный договор говорили очень все правильно. Но единственный договор, например, что давайте мы будем три раза заключать срочный договор, он бесрочный. К чему приведет? Вы думали? Приведет к тому, что худрук, например, который принимает решение, подумает, а нужно ли ему исковать заключать бессрочный. И будет еще больше, как раз, спровоцирован расставаться с актером, не прогревать с ними договор. И вот проблема – это не в срочный или бессрочный. Он сразу может заключить бессрочный договор. А в инструментах, которые у него есть, для того, чтобы работать с артистом. Поэтому надо не про договора срочным и бессрочным. Надо делать так, что он сразу срочный заключался. Но давать возможность актеру себя проявить, я не знаю. Я пока не вижу в этом решения. Просто я вижу, в том, что вы говорите, есть момент, за который может сцепиться, и в котором могут бред действия. Но это немножко о театрах, в которых, как вы заметили, я не разбираюсь. Давайте немножко поговорим про кино и про целую ситуацию с актерами в кино и немножечко соцтеатров. Основная проблема, которую я наблюдаю много лет – в Москве слишком много актеров. Не может производства современных и кино и театров. В Москве очень много театров. Но на самом деле, вы, 30-х проповедей, 15 минут, 25 сочетается. Я не говорю, что это плохо. Я подтверждаю, что это много. Но даже много театров не способны принять всех артистов. По моему методу на «Новский», по примеру, когда мы общались с актерами, меньше половины актеров, профессиональных актеров, с которыми я разговариваю, служат в том или ином театре. То есть больше половины не только в кино, ни в театрах не служат. Проблема, почему это возникло? Потому что очень много людей, включая там из регионов. Значит, первое предложение, которое я бы хотел в Москве – это развивать регионы. Почему люди едут из регионов в Москву в театр? Ну, потому что неконкурентны театры в регионах. Даже в тех городах, в городах, в городах, в городах, в городах, где есть высшее учебное заведение, люди выпускаются и едут в Москву, потому что им нечего делать в театре вместо. Либо они уже не идут туда. Но с другой стороны, я вот неделю назад вернулся с Таджикистан. Там большая неда с актерами. Нет актеров. Кино возрождается. Город после гражданской войны восстанавливается. Киностудия восстановилась. Ну, уже, точнее, из-за переселенного оборудования. Они делают гениальный нормальный ряд. Они открывают филиалы киностудий по всему Таджикистану. То есть в каждом самом маленьком пешлоке будет своя киностудия. И актеров нет. Помните, раньше, например, были региональные курсы, да? Там по-русски и по-русски? Там и по-русски, и по-русски. Но я говорю сейчас не только про Таджикистан, а огромное количество городов СМГ. В УЗе сейчас... Ну, раньше была практика набирать региональные курсы. Я считаю, что ее нужно возобновить. С каждым регионом брать курсы. Я не знаю, как это финансово может быть работой. Она есть, это практика. В УЗе тоже. В УЗе тоже. В УЗе тоже. То же самое касается в тех городах, регионах, где нет, например, театральных курсов. Это огромное количество. Надо создавать либо региональные курсы, либо открывать там студии, либо еще одно предложение. Это поддерживать тех людей, которые переезжают в регионы для службы театров. То есть, нужно как-то сделать так, чтобы не все в Москву ехали, а чтобы меньшее было в Москву, а еще лучше, чтобы из Москвы люди, которые не смогли устроиться, ехали с обходкой в регионы. Это киностудия и театр-театр. Плюс поддержка государства. Следующая история. По поводу театров, вам что-то скажу. Да, может быть, я в театрах не служил, но поверьте, у меня огромное количество друзей актеров, которые служат в театрах. Я для них смотрю все в театрах. И вот та история, что зарплата маленькая, да, плюс зарплата за спектакли. Я скажу, что скоро неправильно. Зарплаты должны быть сами по себе достойные. Не важно, человек играет занят, куда-то привет. Он понимает, что все, кто он хочет играть. Но никто не запретил друг другу. Невозможно ему навязать, чтобы он всем давал роль. Но в той ситуации, с которой сейчас человек в труппе театра, мне кажется, это на многих театрах просто невозможно. Могу заблуждаться, сейчас не нужно ставить, наверное. Но... Невероятное дело. Невероятное дело. Невероятное дело, понимаете? Так вот, даже если... Смотрите, если человек не играет, но ему платят зарплату такую же, как человек, который играет, ну, у того, кто играет, будут премии, это будет стимулировать друг другу более тщательно подходить к составу группы и загружать всю труппу театра. Вот об этом можно поговорить. Чтобы... Невероятный момент. Это финансовый контроль. Я понимаю, что там может быть много негативных факторов, но если как-то государство озадачить финансовым контролем театра, чтобы, например, меньше денег расходовались не, скажем так, не целево, но больше были зарплаты у театров. Там субсидии театра выделяются, я это знаю. Куда они расходуются, мне кажется, никто за этим не следит. Вот это тоже такое предложение, чтобы сделать даже свой контроль. Но, опять же, это будет в пользу актеров, как мне кажется, ну, и во вред друг другу или там некоторых театров. Ну, и, наконец, последнее предложение, которое я сегодня хотел бы озвучить. Вот так и внизу. Сколько назад? Год назад встречали, где-то, в Союзе России. Когда мне доложили субсидии. Но ничего не изменилось, на мой взгляд. Более того, за этот год я не вижу, что это делает государство, ну, кроме того, что они предлагают странные законопроекты. Я предлагаю создать рабочую группу. Может, не насосно, может быть, я не знаю. Но я хочу, чтобы эта рабочая группа была очень активна не только в интересах актеров и театров, и кино, но чтобы она была активна в москве и в субсидиях, чтобы каждый видел, что делает рабочая группа. Каждый день в Москве, в личной группе. Я готов поставить свои инструменты для того, чтобы афежировать всю деятельность. Потому что, когда рабочая группа будет работать и об этом докладывать, она не сможет не работать. Понимаете, да, механизм? А если она будет работать, то огромное количество предложений, которые сегодня звучали и в прошлый раз звучали, они начнут как-то воплощаться. Хорошо.